Матчи с астраханцами практически всегда были для оренбуржцев непростыми. На февральском Кубке ФНЛ Газовик обыграл второй состав Фоллогаря по пенальти, а основной в полуфинале 1-0. Сейчас в весенней части первенства волжане еще ни разу не проиграли. Устояли и в Оренбурге. В этом матче сменилась вся наша средняя линия. Афонин с Друзиным пропускали из-за перебора карточек, Воробьев и Бреев травмированы. В старте вышли Зюзин с коронов, восстановился и занял правую бровку малых. Так что организация игры в общем не пострадала, а может быть не хватало привычной стройности. Газовик владел тотальным преимуществом, но справиться с ошелонированной обороной гостей не получалось. Пробовали различные варианты развития атак, не хватало лишь точного удара по воротам. Столько моментов создали. Должны выигрывать такие игры. Не знаю, настроение не очень. Ближе к концу матча Евдокимов усилил нападение, выпустив Саталкина и Кабялка. Наши устроили штурм и не хватило везения поставить логическую точку. А гости отбились и уже компенсированное время могли нас похоронить. Отлично в воротах сыграл Абакумов, отведя угрозу. Ничья 0-0. Больше в пользу Алгаря. Хотя на лидирующем положении Газовика это никак не отразилось. Таких явных моментов не давали. Играли. Искали момент. И в конце, видите, при таком давлении со стороны Газовика, где нужна концентрация, могли в конце увести три очка. Давно мы так не играли. Наверное, где-то во второй лиге только. С таким преимуществом, с таким давлением. И хочется сказать, что игра меня нашей команды устроила. Кроме, конечно, завершения. Газовик по-прежнему первый. С отрывом от Томи в 11 очков. В четверг сыграем в Красноярске с Енисеем. Анатолий Юденич, Игорь Бероев. Новости дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова